Приветствую вас, друзья, на своем канале. С вами снова Сергей Куваев. В последнее время я часто затрагиваю тематику роста цен в Японии. По официальной статистике инфляция составляет что-то в районе 4%, хотя в реальности, конечно, ощущается, что цены подросли чуть больше, чем 4% за год. Все-таки многие компании-производители официально анонсировали повышение цен на свои товары на 10%. Причем эти товары, их цена не менялась в течение десятков лет. И тут вдруг на 10%, то есть это далеко не 4% инфляции. Но опять же, самые ходовые товары, бензин, газ, это тоже все подорожало далеко не на какие-то 4%. При этом в комментариях люди часто пишут, что да что там эти цены в Японии, ты сравни зарплаты. Типа зарплаты в России, в Японии, для японцев это вообще ерунда, а не траты. И я с этим, конечно же, не соглашусь, потому что по мировым меркам в Японии зарплаты не такие уж и большие. Средняя зарплата в Японии составляет примерно 350 тысяч йен в месяц. То есть в год примерно 4 миллиона, ну говорят 4,5 миллиона, там в зависимости от того, какая сфера. В зависимости от того, говорим мы про мужчину или про женщину. Да, в Японии до сих пор зарплата между мужчиной и женщиной зачастую разнится. Уровень зарплаты в меньшую сторону в отношении женщины. В Японии средняя зарплата рассчитывается не только по отраслям и по должностям, но еще и по годам. То есть если тебе 20 лет, то у тебя самый низкий уровень зарплаты. Если тебе 50 лет, то самый высокий соответственно. У 50-летних в принципе зарплата приближается к цифре примерно около 500 тысяч йен в месяц. Потому что, соответственно, стаж, должность, как правило, у тебя уже выше, если тебе лет больше. Учитывая то, что в Японии раньше был пожизненный найм. Вообще человек, приближаясь вот уже к пенсионному возрасту, получал максимум зарплаты. И его называли человек, смотрящий в окно. То есть человек, по сути, не работающий, ничего уже не делающий. Просто находящийся на должности, получающий деньги за то, что он отдал всю жизнь своей любимой компании. Сейчас времена, конечно, меняются. Студенту, выпускнику, вуза предлагают зарплату стартовую примерно 160-150 тысяч йен. И это в Токио. В лучших каких-то вариантах может эта зарплата достигать 200, но зачастую меньше 200 тысяч в месяц. И здесь надо учитывать, что ты плачешь как раз этот самый налог плюс пенсию. И из того, сколько ты заплатил налога, рассчитывается еще твоя страховка. В среднем 30% придется все-таки отдать государству. 30% зачастую даже больше. Конечно, эти налоги часто компенсируются бонусами. То есть если ты нанят официально, трудоустроен как постоянный сотрудник компании, то тебе еще положены бонусы в размере примерно трехмесячной зарплаты раз в год. Двух-трехмесячной. И это как бы вроде как компенсирует вот этот высокий налог, но все равно не компенсирует его до конца. Тем не менее, налог все равно достаточно ощутимый, весомый. И в Японии действует, соответственно, некая прогрессивная шкала. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше с тебя снимают налога. Поэтому особо-то много денег в Японии зарабатывать невыгодно. То есть зарплату получать большую не всегда выгодно. Но с другой стороны, когда у тебя большая зарплата и ты платишь много налогов, то как бы тебе везде рады. То есть тебе проще кредиты брать, тебе проще взять кредит на большой дом. Но денег у тебя по факту, конечно, становится меньше. В Японии человек может не платить никакие налоги на доход, если у него совокупный доход меньше миллиона йен в год. То есть если ты получаешь зарплату меньше 80 тысяч в месяц на подработке, тогда ты можешь налоги вообще никак и не платить. И даже можешь считаться в какой-то степени малообеспеченным. Наоборот, деньги получать от государства иногда дополнительные. В целом давно назрела проблема того, что в Японии не растут действительно зарплаты уже очень много лет. 50-40 лет. Раньше в Японии зарплата росла в соответствии с твоим стажем. То есть ты мог работать и не повышаться в должности, но за счет стажа, за счет того количества лет, сколько ты работаешь в этой компании, твоя зарплата все равно прогрессировала. В год на 10 тысяч это был примерно такой стандарт. Ну и где-то может быть на 5 тысяч. То есть надо понимать, что если ты там в 22 года поступил на должность, у тебя зарплата 200 тысяч. И к 32 годам у тебя будет зарплата уже 300 тысяч. К 40 годам, соответственно, 400 и так далее. Вот таким образом, когда тебе уже 50 лет, ты получаешь 500 в месяц. То есть если же ты растешь еще и в должности, возможно, твоя зарплата тоже чуть-чуть подрастает, но не так сильно, как вот она все-таки за счет выслуги растет. Но сейчас рост зарплаты по выслуге, он уже действует далеко не повсеместно. И скорее даже наоборот, мало где он вообще еще остался. Только вот действительно в каких-то гигантах, в серьезных очень старых компаниях, где правило действует уже годами или столетиями. В каких-то небольших новых компаниях такого уже, естественно, нет. И сейчас можно наблюдать ситуацию, когда практически впервые вот профсоюзы японские, они обратились к правительству с требованием повысить зарплату на 5% в следующем году. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока вот только обещание мы слышали, еще пока ничего не повышалось. Если смотреть, какие сферы деятельности в Японии самые высокооплачиваемые, то изначально это всегда были доктора, адвокаты, политики, работники банков, естественно. И последние 10-20 лет это, конечно же, айтишники. Именно в айти сфере уровень зарплат остается традиционно высоким. Впрочем, как и спрос на хороших специалистов. Да и чтобы начать карьеру в этой области, совсем не обязательно тратить годы на обучение в УЗИ. Сегодня обучиться программированию можно удаленно. Для этого подойдет курс веб-разработчик с нуля от онлайн-школы Skill Factory. Веб-разработчик занимается созданием сайтов, веб-приложений. Конечными продуктами разработки являются интернет-магазины, порталы, корпоративные сайты и многое другое. Поэтому спецы в этой области всегда востребованы. Skill Factory дает серьезную базу знаний по PHP и JavaScript. В рамках одного курса вы освоите сразу два языка программирования и создадите 10 проектов для своего портфолио. Вы получите фундамент алгоритмического мышления, сможете думать как программист, разрабатывать собственные методы решения задач и легко освоите другие языки программирования. У школы есть центр карьеры, где вас поддержат на всем вашем пути. Составят с вами идеальное резюме, научат как находить вакансии, как проходить собеседование и будут поддерживать столько, сколько нужно. Средняя зарплата веб-разработчика сейчас 150 тысяч рублей и с развитием ваших навыков чек будет только расти. Я лично рекомендую учиться именно в Skill Factory, потому что о ребятах отличные отзывы на независимых ресурсах. И не затягивай с этим, ведь сейчас можно получить скидку в 50% в честь нового года по промокоду KUVAEV. При покупке в подарок идут еще три полезных курса. Это английский для айтишников, курс по развитию по soft skills и курс по алгоритмам и структуризации данных. Вишенкой на торте будет приглашение на интерактивную онлайн-встречу в Beeline, где вы узнаете, как устроены центры разработки, про IT-экосистему компаний, о лабораториях, где создаются новинки для клиентов. А также о карьерных перспективах, как проходит интервью, какие ожидания по кандидатам и как попасть на работу. Поэтому переходи по ссылке в описании, регистрируйся на курс и становись высокооплачиваемым специалистом. Я недавно встретился, познакомился точнее с женщиной по имени Кумику. Она практически полжизни отдала на работу в городской администрации, но потом решила резко сменить стиль жизни и стала фитнес-тренером. Что ее заставило уйти с насиженного места и совершить в своей жизни такие серьезные перемены? Музыка. 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 Да, да, нежелка комико мусскохитая. Когда я в 18 году, когда я была déjà в?. Я работала в Северной Северной в Tackем. Когда я работала в Северной, соедиция, раповы на досу. Комиссарам в машине, сразу отсутствие. В то время, когда я работал в Северной в Северной, было бы не удалось давать свою работу. Я уже был 20 кг. 20 кг. В этом видео тоже есть. Я посмотрел. В этом видео. Я посмотрел. Я посмотрел. Я был построен для личного тренера, и я открыла свою собственную салон. Я еще еще работаю. Какой человек работает в городе? В городе было 25 лет. 25 лет, так как я жду. Ты еще раз занимаешься? Да, было. Я жду до 11 часов. 11 часов? Да, до 11 часов. Я жду, что я жду не было, что я жду. Да, я думаю, что я жду. Но я жду, я жду, что не так. Я не знаю, что я жду, что я жду. Я знаю, что кстати, что-то, что-то на стартем человека я расскажу, что это хорошо. Что это Mr.gette, а еще я хочу, что я хочу, это было очень быстро. Так что я хотел сказать и это очень спокойно. Я не uważал, что что-то слышно. Я просто чувствовал на себя, что люди и счастливы. Подписывайтесь на наш канал! В 19-м году. В 19-м году. В 19-м году. Это очень сильно изменилось. Это совершенно не так. Но это не так, что я не знаю. Да, это очень большой. Это очень круто. Вот так. Почему я не думал, что я не могу делать это в силу? Да, это только от того, чтобы я не могу痊аться. Просто от того, что нужно на полотенем. Но это не только от того, как я не могу. В своем теле. В этот момент я lanternю на себя. Я spiritурую все неплохо. И это очень важно для того, чтобы я не могу. Также от того, что происходит в голову, skinн Tails, держится долго, когда у тебя остается ток. Но ты знаком, что я не могу. У нас есть гадалл, потому что нужно было выжать. Но я не могу обслуживать гадалл в гадалл. Я не наделала гадалл. Много витерного кода, но не могла обслуживать гадалл. Класс! Если бы это было, то что бы лучше, чтобы она была в состоянии. Здесь у нас в состоянии, как подниматься. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у-у. У-у-у-у-у. так же в том, что так же до кости не смотрит第二, а то вы не понимаете, что зависит. В том числе, когда у меня использование от рук и стежки, как у меня есть какие-то другие вещи, Release не то, что не нужно, и у меня puts damage с помощью и что-то из-за того, что я думаю о себе, что это самое важное, Я хочу оставить женщинам. Кумик, что это не так? Я думаю, что женщинам лучше всего, чем в мире. Я думаю, что женщины лучше всего, что нужно. Живем, здоровы, здоровы, здоровы. Но мы должны быть в этом. Мы должны быть в этом. Поэтому все что-то не слышно. Я говорю, как женщина эволюционировала, это очень иная, чем она мельче. А вот так. Я apresentал ее за например, что это не просто, но не дают натрия. Но я не хочу сказать, что женщина gotten с собой в виду. Это очень важно, чтобы показать, что это очень важно. Ты удивляешься? Да, но это нормально. Я не могу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я когда ехал в Японию, была идея, что Япония это государство, которое никогда не будет участвовать в никакой наращивании обороны, ни в каких военных действиях. Я думал, что в этом идея Япония, в этой работе, верности долгу компании и так далее. Сейчас эти ценности, они сыпятся практически, да, то есть они уже не являются путеводной звездой для молодежи. Молодежь японская совершенно на это уже хочет ориентироваться, не интересуется тем, чтобы устроиться в компанию пожизненно, не интересуется тем, чтобы пойти на учебу куда-то, да, в серьезный престижный вуз. Все меньше людей, которые хотят посвятить свою жизнь, вот этой карьере, да, потому что люди уже просто не верят, что смогут быть счастливы на этом пути. Потерянное поколение в какой-то степени, да, современная японская молодежь. Субтитры создавал DimaTorzok В целом, конечно, работа для иностранца в Японии может быть не сахар, зачастую из-за того, что тяжело привыкнуть к японской корпоративной среде. Нужно владеть японским языком на хорошем уровне, ну, благо в Японии свои офисы и представительства имеют много иностранных компаний, в Японии сейчас IT-бизнес развивается очень сильно, полупроводники. Япония собирается возродить себя как ведущего производителя полупроводников, полупроводников, может быть, кто не знает, но были времена, когда Япония выпускала до 50% полупроводников в мире, да. Сейчас всего лишь 10% она выпускает, лидерство отдано давно Тайваню. Вот Китай сейчас тоже сильно очень включается в эту игру, Соединенные Штаты, опять же. Вот Япония не хочет отставать, поэтому, конечно, работа в таких сферах, она будет более востребована. Поэтому, да, зарабатывать деньги в Японии, ну, и как, наверное, в других тоже капиталистических странах, это именно играть на соблюдении баланса, сколько заработать так, чтобы не очень много платить налогов. Как бы так вывернуться, где бы взять какие-то кредиты, чтобы эти кредиты компенсировали опять твои налоговые выплаты, чтобы сэкономить на страховке, сэкономить на пенсии, получить помощь от государства. Особенно, конечно, это касается людей, которые самозаняты или у которых собственный бизнес, потому что, ну, наемный сотрудник, он, в принципе, мало как может повлиять на свои доходы, на свои налоговые вычеты. А вот что касается малого бизнеса и самозанятости, то здесь, конечно, очень серьезный простор, можно по самым разным стандартам свои доходы рассчитывать, пересчитывать, благо, все-таки, японская налоговая система позволяет тебе самому всю отчетность давать и самому вписывать, сколько у тебя было расходов, сколько у тебя было доходов и, в принципе, вписывать самые разные вещи в свои расходы, там, начиная от покупки машины, там, аренды квартиры и так далее. То есть, главное, просто уметь это грамотно обосновать. И тогда тебе могут списать, конечно, какое-то количество налогов, можно, в принципе, так сделать, чтобы вообще не платить практически никаких налогов и свою страховку очень сильно понизить. Но, опять же, как я упоминал, это чревато тем, что ты не сможешь в итоге не снять нормальную квартиру, не взять кредит на дом. Это как бы плохо вообще в целом отразится на твоей такой, знаешь, как говорится, кредитспособности. И когда государство во время той же пандемии раздает деньги, оно тоже ориентируется на то, были ли у тебя доходы или не было у тебя доходов, да, и, получается, деньги в первую очередь получают те, у кого выплаты налоговые самые маленькие. Но если мы смотрим по логике, то, мало ли, может быть, этот человек просто что-то там намухлевал со своими налогами, в итоге денег-то у него больше, чем тот человек, который не намухлевал. И он, при том, что у него денег уже больше, он еще и получает дополнительную помощь от государства, как малоимущий. В общем, таких случаев тоже, конечно, и в Японии, естественно, это все есть. Опять же, здесь еще есть факторы социального жилья, например, в Японии, где тоже можно это жилье снять только при условии, что ты малоимущий, например. Но при этом зачастую проходишь мимо этого социального жилья, который расположен в достаточно элитных районах токийских, и там стоят серьезные автомобили, дорогие достаточно. И поэтому тоже иногда так думаешь, как-то странно люди живут. Что касается лично меня, с тех пор, как я с Окинавы вернулся в Токио, мои расходы, ребят, сократились. Казалось бы, вернулся из деревни, где все должно быть дешево, в городскую среду, где все должно быть дорого. Но на самом деле наоборот, потому что здесь, конечно, играет очень сильно логистика. И когда ты живешь не на острове, а в центре, то продукты доставляют дешевле, электричество доставляют дешевле, все становится дешевле, в принципе. И даже до такой степени, что я заметил, что мои расходы по сравнению с Окинавой сократились примерно процентов на 30 или где-то так. То есть это очень серьезная цифра, на самом деле. Поэтому лично для меня вот это повышение цен, оно не особо меня коснулось. Оно меня коснулось очень сильно, пока я на Окинаве жил. Но находясь в Токио, это как-то нивелируется. И вот эта проблема, то, что разные регионы Японии живут не на одном уровне, а достаточно серьезно отличаются по уровню жизни. Пока эта проблема никак не решается. Такие небольшие различия, хотя в принципе это могут быть достаточно весомые различия, в одном районе детям, например, до 18 лет бесплатное медицинское обслуживание. В соседнем районе оно может быть только там до 12 лет. А на Окинаве, например, вообще до 7 лет только бесплатное обслуживание. И вот таких небольших примеров довольно много по всей Японии. То есть различается уровень жизни, что, конечно, довольно странно. Потому что, блин, одна страна, казалось бы, да, одни люди, одно государство. Почему в одном префектуре у тебя больше привилегий, а в другой префектуре у тебя значительно меньше привилегий. Вот как с этим жить? По моему мнению, все-таки везде должно быть примерно одинаково, хотя бы в рамках одного государства. Да, я уж не говорю в рамках всего мира, понятное дело, что жизнь справедлива, да. Но в рамках одного государства можно как-то сделать, чтобы примерно везде один и тот же уровень жизни был. Пока нет. Пока Япония в этом плане отстает. Тем не менее, ребят, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео, понравился формат. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Дополнительный контент также выходит на моем в профиле Boosty. По ссылке в описании тоже туда переходите. А мы увидимся с вами в новых видео. С вами был Сергей Куваев из Японии. До встречи. Все еще редкая машина. Новый Toyota Crown. Утративший свою, конечно, идентичность. В какой-то степени. Выглядит уже просто как Prius. А свадьбу кто-то вызвал? Такая свадьба клевая вообще. Топовая. 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 Топового. Продолжение следует...